Губернатор Евгений Куевышев, генеральный директор УГМК холдинга Андрей Казицын и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб открыли после реконструкции отделения восстановительного лечения в детской городской больнице номер 9. Ежегодно реабилитацию здесь проходят около 12 тысяч детей не только из Екатеринбурга, но и из всей Свердловской области. Сегодня по-настоящему счастливый день. Закончена реконструкция и долгожданный ремонт в Девятке. И сегодня радуются и пациенты, и родители, и, конечно же, я поздравляю врачей. Реконструкция отделения проводилась при поддержке благотворительного фонда «Дети России», созданного УГМК холдинга. Губернатор поблагодарил Андрея Казицына и руководство фонда за эту работу, а также медицинских работников в Девятке за их ежедневный труд. Самое главное, что здесь ребятишки, которые могут, уже много здесь было сказано, получать необходимую помощь в случае, если что-то в этом плане необходимо им и родителям. Но я думаю, что даже главное не в этом, главное, что в городе, в области есть кому заниматься этим. То есть тот персонал, главврач, то есть люди этим живут. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отметил, что в медицине нет второстепенных видов помощи служб или больничных отделений. И восстановительное лечение детей, для которого в Девятке созданы условия, это важнейший этап в процессе лечения маленьких пациентов. Отделения работают более 30 лет. Восстановительные процедуры здесь проходят пациенты всех отделений Девятки. В том числе дети с тяжелыми травмами и ожогами. Ежегодно врачи проводят около 70 тысяч различных физиопроцедур. Массаж, теплолечение, ЛФК. Однако долгие годы юные пациенты больницы были лишены возможности заниматься в построенном здесь бассейне из-за его аварийного состояния. В 2015 году в отделении была установлена система управляемой галлотерапией. Так называемая соляная комната для пациентов с нарушением функций дыхательной системы. С начала 2017 года началась полная модернизация отделения. Здесь на площади в 915 квадратных метров были отремонтированы все лечебные кабинеты, зал ЛФК, холл, проведена реконструкция крыши отделения, на стенах появились росписи. Кроме того, полностью были отремонтированы чаша бассейна, душевые и раздевалки. Общая стоимость работ составила 13,5 миллионов рублей. Благодаря обновлению отделения у врачей открылись новые перспективы для реабилитации юных жителей Екатеринбурга и Свердловской области. По словам Евгения Куйвышева, архиважная работа по реабилитации детей с любыми видами заболеваний налажена не только в Екатеринбурге. Лечебные учреждения Азбеста, Серова, Первоуральска, Каменско-Уральского также успешно работают в этом направлении. За последние несколько лет в Свердловской области сделан серьезный шаг в реабилитационной помощи детям. Свердловские врачи успешно помогают малышам с экстремально низкой массой тела, детям с врожденными пороками, с нарушениями слуха. В этом году в областных медицинских учреждениях стали проводить реабилитацию детей со сложными скелетными травмами. Кроме того, Свердловская область стала одним из первых в России регионов, где начали оказывать медицинскую реабилитацию детей с онкологией и ребят, перенесших трансплантацию костного мозга. Евгений Куйвышев также напомнил, что на Среднем Урале созданы все условия для того, чтобы все дети, даже имеющие проблемы со здоровьем, могли летом отдыхать и восстанавливать силы в загородных лагерях. Конечно же, в нашем небольшом муниципалитете надеяться на скорое появление суперсовременного детского отделения сложно. Однако есть и вопросы более насущные, непосредственно связанные с этой темой. Так уже не первый год артемовцы говорят о том, насколько сложно добираться до детской больницы в городе. Ведь от остановки до медучреждения фактически нет нормального тротуара, что создает много проблем для мам с колясками и санками. Решать этот вопрос должны не медики, а муниципальные власти, которые должны понимать, насколько тяжело и даже опасно передвигаться с ребенком фактически по обочине автомобильных дорог, увязать в снегу зимой и в обильной артемовской грязи осенью. Продолжение следует...